Так, ну всё, 5 секунд, продолжаем. 10 дамам, тоже пас. Просто на большом бланде сидит оппонент, который не участвует. И да, может вот такая произойти штука. Как бы он понимает, что я Лузова должен воровать. И может запушить. Король 4 тоже пас. Вот турбовые турниры, чем ещё хорошо у них играть, это то, что... Так, сейчас я убавлю. Звук. Ух ты. Чем хорошо тоже у них играть, это то, что... привыкаешь к... игре с 20 большими блайнами, с 15. Комфортно себя чувствуешь. А раньше, скажем, я играл 20 больших блайндов, для меня было это... Ооо. Ждёшь только момента, как запушить. Так. Три бета здесь не буду, просто заколируем. Он может поставить Лузовый. 4 бета. Ему вообще, по-моему, параллельно на чём выставляться. Сыграю Дункбет. У меня две оверкарты. У тебя доска такая, она может ему подойти. Ооо. Да. Ещё. Туда же. Просто я мог здесь донкать с флеш-дро. Да, блин. Ну, чё за оппонент такой? Ну, вот уверен, что это, наверное, был какой-то блефовый рейс. Так, сейчас если этот будет стилить, запушим у него. Банк 14 тысяч. А, то есть я вот играю Дункбет. Можно записать, что... Он рейзил меня. Call Дункбет. На Pro доске. Turn Flash. На три карты. Так. Я Дунк. Он. Рейз. То есть, когда у меня будет уже какая-то сильная комбинация, то... Буду я уже так же её разыгрывать, ничего не шлоу-плеить. Не буду так же полбанка, и пусть он меня рейзит. Сколько влезет. Тоже выкидываем. Ничего не остаётся, только ждать. Думаю, может быть, всё-таки пересадят. Два человека осталось вылететь, может, всё-таки пересадится другой стол. Пятёрки. Через весь стол здесь надо либо пушить у него. Call он вообще никак не вариант играть. Либо пушить. Но банк не такой большой. 16 тысяч, а у меня 65 плюс через весь стол. Так просто пас. Сколько было бы, если бы не 65 тысяч, а где-то 50, я бы запушил. И карты не заходят. И народ не вылетает. Ну, отберу. Мне не нравятся такие пуши, то есть здесь можно как-то меньшим размером открыться. Король валет. Тоже просто колом сыграю. Если этот будет 3-бет, сейчас... Ой, я запушиваю, так просто кол. У меня здесь две ловер-карты, и здесь я разыграю уже чек-рейс. В эту доску он вряд ли как-то зацепился. Ну, если у него есть, что-то так есть. Ладно, так, по-моему, и будет. Моя забан 27. Мне рискнуть своими 57. Плюс есть ещё аута на улучшение. Два бэкдора, две ловер-карты. Что? Король 7? Блин, когда он у меня заклинил, я думал, у него 7-ки. Это ужас просто. Какой-то... Нет, я поставлю его, что... Слабым игроком. Ну, во-первых, ну что он меня положил? Очень странная игра. Ну, а сейчас у нас 131-922. Здесь 131-394. Надо наказать его. Блин, это просто ужасная игра. Я первый раз вижу такой кол. Он сейчас, наверное, себя проклинает. Как можно было? Он положил меня, видимо... Там доска-то сухая, самая главная была. То есть он меня, видимо, положил на какой-то дрон, на какой-то, там, 3-5, что ли? На месте этого бы, опа, я бы пошире открывался. Ну, он и так, правда, играет 41 на 38. В принципе, да, нормально. Так, Туз-6, Туз-6. Открываем. И я только не буду так плоско открывать. Поставлю 7800. И здесь просто подолынуло. Если попал, что-то здесь попал. Доска-идеальность, то есть спаренная, сухая. Ну, спаренная она и не может быть как-то скоординирована, по идее. Да, сидел парень, вот, с неплохим стойком, две раздачи. Ну, это ужасно, раздачи были обе, с его стороны. Может, устал, ещё что-то. По статам-то он вроде такой адекватный. Доска была 2-4-9, по-моему. Неужели он меня там на какие-то 3-5 положил? В принципе, нет, не знаю, наверное, не... Буду его так помечать, помечу пока. Осёл это не то, что осёл. Здесь просто нет другой метки какой-то. Я так помечаю, когда, не знаю, либо это хороший игрок, либо слабый. То есть, может быть, он реально... Ну, он бил, по сути, только одну мою руку. Вот это... Это, блин, 3-5. Переживает он так за него. А, он тоже участвует. Так, ну всё, пересадили нормально. Я надеюсь, меня вернут к тем старым игрокам, с которыми мы сидели до этого за столом. По рассадке вообще идеально. То есть, впереди... Ну, вот, пару коротышей. Но такие, которые, я думаю, ещё посидят. Здесь... Тоже мне нравится, что этот топ сидит справа от меня. Надо создать хат. Сейчас, коротыш, наверное, удается. Создать хат для 9 макс. Хотя, по идее, не знаю, что здесь убирать. Все статы мне нужны. Но большой, много места занимает. Нормально, 40 больших блайндов есть. 34 человека. У нас 12-я позиция. У чип-лидера 475 тысяч. А это ещё нам нужно утроиться, чтобы как-то к нему приблизиться. Ну, вот, только получается один. У нас знакомый нам игрок. Остальные опять сидели. Человек неизвестный. Да, можно сделать какой-то хат. Не знаю. Пип-пфэйр, агрессия. Просто 3-бет пас на 3-бет. Туз валет. Вот такие руки. Они меня постоянно подводят в этих туриках. Ну, вот от этих двух каратышей приму, от этого, ну, тоже надо, по идее. Сейчас посмотрим, как часто он 3-бетит. Б-б против... Ну, ни разу этого не делал. Я выкину туз валет просто. Попадёж у этого валета будет, он ставит, и... Чё с ним делать? Так же в туза. Да, тем более, что 3-бетил он на СБ против... Ну, против котов, а против МП по разу. Нормальный, в общем, пас мне здесь больше нравится, чем кол. Вот, отличный ход. Квиз. Здесь самое главное, чтобы выкинуть вот этот топ. Туз король. Нормально. Надо сейчас подумать, каким рейзом я буду открываться поставим. Ну, 8,5 откроем. Если просто кто-то сейчас меня запушит, я закалирую, и он увидит, что таким рейзом открывался, там, 8,5, там. Если кому-то здесь вообще есть дело, да, с сайдингом. Ну, давай, парень. Почувствовал? Хе-хе. Чё-то. Туз валет. То же самое. Печальная ситуация. Затрибачу. Восемнадцать, пятьсот. И на алую наполюсь. Нет никакой информации, с чем он это делает. Так. И вот не думаю я, что на этой доске он что-то выкинет, а если мы впереди, то мы и так впереди. Чекну вдогон. Оп. Ну, тут уже нам никуда не деться. Бояться особо нечего, он два раза чекает. Поставлю также восемнадцать с половиной. Не играет кол. Буду ставить его под алую. У него здесь могут быть руки, типа, девяток, восьмерок. Десятки, думаю, бы он запихал. Валет, король. Вот так. Не знаю, с чем он коллировал терм. По идее, если у него там туз-король, туз-дама. Ну, если туз-король, у него только три аута на улучшение. Это что, шесть процентов. А туз здесь тоже не аут. Ну, и четверка еще на дележку, возможно. Да, возможно, там какие-то были руки с пары мелкие. Ну, туз валет, конечно, тоже такая рука, так себе. Продолжение следует... Ну... Да. Да. Ну... Ну... сидим то сколько мы уже здесь четыре часа с половиной самый долгий турнир который у меня был это 14 часов я вылетел это в старте было вылетел там четвертом просто уже не было сил играть такой долгий был я начала часов 8 9 и вот часов так какой даже раньше начал часов 7 причем отморозился там на 100 бб у нас у всех мало 4 человека нас осталось у нас были стеки по 100 бб там кого еще больше и я там уже решил отморозится еще минус один туз 4 если сейчас все сбросят просто пихнули чтобы они сами это не делали то есть рискнуть здесь только пятидесяти тысячами мне нужно чтобы это работало один раз с пяти плюс у меня туз здесь могут заколировать такие руки когда мог король валет дама сейчас главное устоять нормально шестое место так что вот слишком много коротких по 40 тысяч осталось что это до 100 тысяч у нас еще 12 человек которые сидят у них меньше чем сто тысяч король 8 откроем пусть и сидят коротыши 20 человек ну блин нет открывал бы да я здесь восемь с половиной тысячи так бы открывалось все тоже какие то наверное новые не помню игроков с этими никами но выручил меня тоже мне не нравится вот такой сайзинг 12 тысяч ни к чему он ребята сидят по 10 гб осталось у них но ждут что то да тем более ладно бы он откалов с ранней позиции 9 макс столетом то там по моему 6 было или еще что то подобное удачно дамы 6 пас да тоже все новые игроки как будто не играл с ними вообще нигде не пересекался вчера регистрируется тоже в этом турнире но я там даже до дона короче не стал доживать так туз валет вот этих коротких буду закрывать вот с этим еще ну понятно что он здесь пушит но здесь только так вот сыграть хух устояли печально вот у этого стек был большой и если он колит это ну нет руки старше моей по любому так четвертое место не дают мне вот спокойно выиграть который но вы уже и вот такая такой борт с координированной становятся там двухсторонняя стрит дро или флеш дро у кого-то появляется ну 8 4 здесь пасать и им уже терять нечего ну но по я все же сам буду открывать так и тут он и таким рейзом открывать я наверно его 3 бетну потому что скорее всего он видит то что игроки сидят выжидают чего-то вот эти два сейчас по идее ему неплохо было бы с каким-то там 7 8 может запушить что сразу он такой банк нормальная доска поставлю комплект сюда 22 тысячи двадцать одну тяжело ему будет здесь что-то предпринять коллировать плохо надо пихать тоже ставку больше делать не надо тут 7 также открою 9 500 и колот от этих вот сейчас буду открывать такие руки которые буду коллировать ну не знаю а то пока рано помечать и вот этот парень сидит выжидает чего-то а то есть почему там ставку меньше ну больше ставить не надо скажем у него нет пространства для блефа ему либо пушить а если у меня ну там те же туз валет скажем семерки 10 500 с ранее открою так так же колот от этих коротких здесь вот на батоне парень 3 в 4 и очередной раз устояли как какое же это все-таки ощущение классное когда ты в турнире выиграешь вот такие вот банки но я уже чип-лидер нормально а чё случилось с теми вот этот парень который сидел слева от нас позиции он так то это у него тоже уже неплохой степ может быть он и не фиш конечно просто им пофиг было тогда на призовые ну король валет кол в общем не знаю прет пока вперед может просто везет меня сейчас радует то что я на первом месте так полный сб ну выкинули не знаю черт это может быть надо сказать здесь такая можно с этой дамой попасть очень очень скоординированная доска жутко сейчас мне кажется я бы сейчас на месте его так бы и разыграл только чуть-чуть побольше ну вот это с этим оппонентом уже где-то играли так лимб какой там доставлю 2000 парень пока сидит вроде спокойно но сейчас у него прям очень очень хорошие шансы чтобы пихнуть все сразу удваивать чехол буду играть не знаю что означает этот клим ну такую ставку то я силе пошло флэш-дро и еще дома ставят одну третью ну не буду я разгонять банк здесь выпадает туз у меня флэш и я сам за лиди поставлю у него скажем так 31000 посмотрим что там было туз король ужасно ну как 20 ббл он сидит и лимпит туз король а сразу возможно он думал что кто-то будет изолировать но он тут же не посмотрел что с плохими руками никто не будет изолировать так как на большом бланде сидит короткий так в общем пишем нот лимп п ну чё 9 макс и так чужие счета я хотел написать на 20 бб пометочку еще такое сделаю так ну вот это уже тоже никуда не годится вот так вот нормально непонятная игра такая лимп кол ой ну это могут может быть какая то такая рука выкину надо ему что-нибудь написать напишу что десятки то были красавчик красавчик выиграл лишние 10 тысяч а вот он открылся бы если я со своими десятками бы просто заколлировал так как здесь есть вариант сквиза такой выпал бы низкий флоп он бы поставил и заколлировал терн он бы заколлировал тушь король крыла 10 500 от любого конечно он прям уже это че вылезла такая ну-ка рейс ну и че парень давай ва-банк или ты меня как-то лужу отребатишь да вот это вот очень глупая игра то есть хотя в принципе ну сайдинг у него тоже был такой ни о чем не знаю может и нормально а может он и выкинул что-то хорошее может каким-то туз валет или дама короля не хотел разыгрывать колы решила так затребатить так нас там не потеснили с первого места потеснили на третьем уже ухо-хо у нас обогнал этот парень слева 17 человек осталось предфинал очка и чё там по стекам то у нас ну до 100 тысяч чё раз два три четыре пять шесть человек сидит да лишь бы финалки посадили справа вот от этого оппонента который сейчас на втором месте ребята такие вроде неплохие сидят в топе так скажем так это чё так что-то интересно ну и давай выкинь еще ой какой ужас вообще ну это определенно фиш запишем это чекнем чек чек ну все все давай там чек с чем ты компликнул там ха ха выиграл еще ладно внутри бета q в б против баттона так тут чё за фигня еще чё это такое вообще ой к нам опять же опять он вот сидит у меня слева ну и туз 4 я буду открывать и он все равно когда-то сдаваться да надо поздравить этого оппонента здесь пас конечно ну где у меня-то короли так это но здесь да я же хотел пометить этого парня афишом не любит он выкидывать афишом вот же еще что надо написать этот то еще как умудрился здесь король тоже заколлировать одно дело заколлировать другое еще и попасть эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ или парил ну интересный виртуозный игрок дама 4 пас посадили тоже надо сейчас забрать у него что он у нас там отобрал что там 1030 наверное ну сейчас уже 300 пусть будет да вот не вылетел на бабле и сейчас уже сидит там третьим вторым наверное главное сейчас никак не отморозиться и ни в какой кулер не попасть вот здесь я бы уже его зарейзил тысяч на скажем ну 50-60 бы поставил ну потому что просто не видел слопа как он разыграл что-то пропустил замечтался здесь 10 король пас сидят впереди столько коротышей были бы стеки у них по 100 тысяч я бы открывал 10 король бы с этой позиции сейчас а так буду открывать а вот от них то есть ранних позиций это туз 9 ну разномастные одномастные в принципе без разницы туз 9 король валет король валет король дамы валет даму уже не буду открывать пары ну от шестерок буду открывать там четверки пятерки выкидывать да такая стадия где просто старшую пару тяжело выкинуть поначалу пока неплохим игроком просто зачем так сразу помечают потом вот садишься за стол пока статистика еще не появилась уже видно что игрок ну вроде бы более-менее адекватно играл или вот сразу там такая метка все-таки я ее поменяю может поменяю позже его и на регуляра королей ждем не было же еще в такой стадии грубо говоря ну здесь у меня сколько там 80 больших блайндов ну это вообще блин идеально обычно такие стадии я играю там в 40 ну 50 ну 4 это может быть 60 опять он лимпит чек это прошлый раз он ставил ну доска такая здесь он вообще легко цепляет 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 а а ну 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 3-6 пас Просто ожидаю я лузу из каких-то 3 пэтов Вот это опа Да, мне вот определенно нравится, как он играет Ставки Единственное, что он дает каким-то оверкартам прикупать Что-то, ну может у него самого здесь что-нибудь мощное Или так же нет ничего В принципе ставки больше не надо Заставил его задуматься Два лет 9 буду открывать Придется выкидывать, если сейчас играю кол Здесь Вообще очень хорошая возможность для сквиза У этого опа, у этого, ну запушить Еще минус 1 Пас Нужно еще смотреть, как растут призы Ну допустим, там между разрыв, между 14-м и 12-м местом Ну и вот здесь То есть за 15-е место С 15-го по 13-го 44 доллара За 12-е там 52 доллара То есть люди уже будут как-то Я думаю пересиживать Ждать Ну вот такие конечно у кого там осталось 8-7 ББ Им тоже терять нечего Потихоньку оттесняют нас Пятое место Поактивнее вел себя я бы Если не вот этот оп Так, а что здесь Алынь, кол и кол Интересно Оп Тузвалет Еще минус 1 Вообще неплохо, неплохо, скажем, играет Заколировал стузвалет Я бы так же сделал Почему? Если бы этот пушил Он вероятнее всего Ну выкинул бы 14 человек И 3 человека Со стеками до 100 тысяч Ну по 10 ББ, грубо говоря Угу Пас О Так Ну и нормально Пусть лучше она остается Чем Вот этот паренек Сейчас если они выкинут Я скорее всего Заколирую Здесь он пушит На любых двух Вот сейчас не удалось Нам увильнуть От этого Стрита Хотя выставились Впереди Ну небольшая потеря Ладно Ну давай Сейчас-то что-то уж Да Вот так вот и могут Искалечить Ну кол нормальный Абсолютно нормальный Парни вот сейчас По СБ сидел Дождался Пас Сколько я потерял-то там За все это Ну 1080 Вот только на одно место Переместился Большой банк Сейчас никто не захочет Просто так уходить Ну и все, парень Давай Хватит сидеть уже Ох Четвертый раз За сегодня Я зайду Просто колом Хочу, чтобы здесь кто-то засквизил Может и этот кто-то попробует Засквизить Сквизить он на любых двух картах Я не хочу, чтобы сейчас какие-то там 8-6 засквизил И скажем Попал 85 тысяч поставлю Попал руки Две пары какие-то Может решить что-нибудь Отморозиться Он Он видел уже от меня блефы И как я выкидывал Сейчас такое Классное чувство Внутри меня Так Вопрос Сколько сюда ставить Да, буду ставить По полбанка Вот так Может что-нибудь решит Блефануть До этого же я так блефовал Фу Доска не очень приятная Так Ну все Остается у нас сейчас 13 человек Продолжу в следующем видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому